итак всем доброго времени суток мы продолжаем нашу обзорную экскурсию по проекту genesis Detroit в прошлой части мы уже посмотрели на ряд новшеств на этом проекте мы знаем что эта карта была создана с нуля все объекты которые мы здесь посетили они сторонним именно армурских объектов на этом проекте очень и очень мало ну и вот мы добрались до магазина ну и вот мы видим как оформлен магазин магазин оформлен нормально в общем то вот эти вот золотые диски на которых стоят машина не даже крутится правда рассмотреть это достаточно сложно но магазин кое-как-то но украшен ну и ладно спускаемся вниз внизу все разделено на кабинет и в кабинетах стоят вот эти вот таблички с которыми надо взаимодействовать первая табличка говорит нам до свидули это видимо виповский отдел ну и как я еще в первой части сказал здесь полная беда с дверями куда не обратишься двери не открываются я не знаю кто здесь прописывал вот эту вот функцию открывания дверей ну но куда бы вы не попали с дверями везде полная беда но наконец мне удается открыть этот кабинет и мы попадаем святая святых магазин ну и вот как он оформлен на мой взгляд хуже оформление я даже и не видел ужасное оформление попытались этот ангарчик в котором обычно стоят машины видите немножко раскрасить получилось это все очень некрасиво в магазине грузовиков это еще все из-за бага на некоторых моделей вообще нету покраски тоже нету покупать на то что представлено вот эти цвета и все больше выбора никакого нету ну и несмотря на то что список кажется большим на самом деле он небольшой просто каждая модель представлена своей краски и в разные вернее краски и поэтому список такой достаточно большой кажется но машин не так много и машинки все какие-то ну какие-то никакие в общем ничего уникального интересного и красивого мы здесь не увидим ну и конечно само оформление магазина меня очень здорово огорчило ну действительно видно что пытались вот пытались что-то какую-то новизну внести но получилось все как всегда в общем наверно так надо сказать очень некрасивое оформление дурацкие таблички шрифт какой-то весь но нету стиля в общем вот в этом магазине нету стиля все как-то сделано так неказисто что ли так как черновичок какой-то в общем мне очень не понравился этот магазин ну а что касаемо модельного ряда туда стандарта я здесь не увидел нет ни одной машины стандарт но по крайней мере в магазине легковой техники стандарта нету ну и модельки которые здесь представлены а нас интерес интересует вернее, естественно, начальные модели, они какие-то убогенькие, неинтересные, ну и цены, вы сами видите. По поводу цен тут тоже все не так просто, но мы сейчас этого еще коснемся. Ну а вот уже кончается список этого магазина, и вот такие вот в конце списка есть машинки. Я вот не знаю, вот эти вот иконочки, это обозначают элитные, или это обозначают, что это для VIP-ов, не знаю. Видите, вот на некоторых машинках есть какие-то иконочки, что они обозначают, бог его знает. Ну, мы их видим, значит, это скорее всего не элитка, а это для всех. Ну и так как мы уже посетили автосалон, и машину мы не купили, надо поговорить о экономике этого проекта. Она какая-то, ну, очень непонятная и, на мой взгляд, очень кривая. Вот, пожалуйста, я появился на проекте. Чем мне заняться? Первоначальных занятий здесь нету, соответственно, у меня и нету денег. Что я имею в виду под первоначальными занятиями? Сбор каких-то плодов, ресурсов, может быть, почтовая служба. Здесь ближайшая точка сбора плодов находится очень-очень далеко, то есть пешком дотуда, ну, бежать очень долго. И еще с учетом того, что надо будет вернуться, это вообще, конечно, неподъемное время. А почтовая служба здесь развозит посылки на своей машине. Возвращаемся на шаг назад, машину нам не купить, нету денег. Значит, мне нечем здесь заниматься, вот я хожу как дурачок, жду, когда мне накапает какое-то пособие. Кстати, заметьте, как интересно здесь стоят дома. Ну, дом как дом, да, только вот такой вот баг. Как я сказал, на этом проекте просто огромное количество багов. Сейчас я хожу по этому дому на свой страх и риск. Я уже показывал вам в первой части, что со мной стало после того, как я походил по этому новостроенному аэродрому. Ну, а вернее, аэропорту, в котором я и получил свои первые увечья на этом проекте. Ну, и вот второе здание, которое тоже насквозь можно проходить. Ну, и вот эта болезнь, которая меня уже достала на этом проекте, я вот зашел на эту территорию, и, как видите, есть зеленое ограждение, да. Оно вообще не кончается. Я добежал до самого конца, мне пришлось вернуться обратно через те ворота, через тот шлагбаум возвращаться. Здесь все перекрыто заборами. Я ненавижу заборы. Для чего, вот объясните мне, ну, для чего нужно все переграждать заборами? Абсолютно не понимаю. Ну, и пока я шлялся, ожидая, когда мне накапает мое пособие, наткнулся на интересную локацию. И я бы даже ее похвалил. Прикольно сделал, на песочек, на берегу, такой лагерь для начинающих, для беженцев, для бедных. Но все эти здания, к сожалению, багнутые. Сейчас мы зайдем и посмотрим. Но это, к сожалению, все багнутое. Внутри большинство из этих вагончиков выглядит вот так вот. Как видите, текстурки такие очень размазаны, все достаточно некрасиво. Но тут хотя бы присутствует какая-то мебель. Можно сказать, что, как бы, ну, здесь можно было бы, в принципе, и жить. Не знаю, покупается это или нет. У меня нету лицензии домовладельца. Но даже если это и покупается, то, конечно же, ставить здесь ничего нельзя. Здесь уже нагармождено, как видите, своей текстурированной мебели. На этом вот так. Очень похоже на вагончик Тревора из GTA. Есть еще вагончики вот такого вот типа. Они более симпатичные, но, как видите, не без бага. Туда практически невозможно зайти. Вообще, зайти можно, но это на свой страх и риск. Потому что это все чревато последствиями. И вот, как видите, я попал вовнутрь, но это все забаганное. Я проваливаю сквозь пол. И это все очень и очень опасно. Поэтому надо сваливать отсюда. Как я и говорю, на этом проекте очень много всяких интересных штук. Но половина из этого не функциональна. Половина из этого забагана, перебагана. Ну и третий тип этих вагончиков. Как видите, даже дверь открывается через текстуры вот этой вот пластиковой мебели. Заходить, если честно, очень страшно. Бог его знает, сейчас опять забагается. Ну, выглядит это внутри вот так. Ну, мы можем понимать, да, что это даже если и продается, то жить здесь практически невозможно. Здесь все забито вот этой вот мебелью. И свою уже ничего не поставишь. Ну, может быть, где-нибудь можно найти какой-то уголочек для контейнера. Вот на мое мнение, так если нет функционала у этого вот поселочка, то нафиг его и ставить. Можно было бы поставить простые алтийские хозпостройки, и это было бы точно так же интересно выглядело бы, и хотя бы в них можно было бы жить. Зачем вот это барахло ставить, только захламлять карту? Ну, это мое мнение. И как вы увидите, мы вернулись обратно в магазин. Здесь есть еще один отдел, так называемые масклкары. Ну, вот такие вот масклкары здесь представлены. Не знаю уж, как вот этот вот Битл Вольцваген относится к масклкарам, но вот такое вот решение. Это тоже старый Мерседес, тоже особенно к масклкарам, по-моему, отношения не имеет. Ну, а мне уже накапало пособие, поэтому давайте приобретать какую-то машинку. Ну, а какую-то это, значит, самую начальную. Ну, а так как я магазин вам уже показывал, поэтому и процесс покупки я не стал даже и записывать. Я приобрел машинку начальную красного цвета, и вот у меня проблема. А где она? Я бежал вокруг магазина, посмотрел здесь, нигде нету. Где искать машину? Оказывается, машина стоит на стоянке. Вон она, видите, красненькая, вот она. И, как всегда, забор. Почему не сделать вот здесь, в этом месте проход, если ты сделал вот такой вот респаун машины? Зачем за забором? Зачем заборы? Блин, ну вот серьезно. Хочется спросить у разработчика, ты в детстве с забора упал, что ли? У тебя какие-то трудности с заборами? Ты боишься чего-то? Зачем нагораживать вот эту вот херобору-то? Я не понимаю. Я вышел из магазина, и мне теперь надо вот такого круголя сделать, чтобы сесть в свою машину. Блин, ну что за манячество такое? Я не понимаю. Что за проблема какая-то? Надо искать в детстве эти проблемы? Я не понимаю. Зачем вы городите вот эти вот заборы? Зачем вы мучаете игрока? И как-то раз на одном из проектов я тоже так же ходил и ругался на то, что человек там слишком много заборов нагородил. Так он потом написал мне в комментариях, что заборы ставятся для того, чтобы огородить игроков от РДМщиков. Ну, то бишь, кто-то может разогнаться на машине и влететь в толпу. Друзья мои, столько РДМщиков нету, сколько вы заборов оградите. Нету. На всех проектах столько не наберется. Ну, а машинка, как вы видите, выглядит вот так. Приборка, кстати, мне очень нравится. Но почему-то какая-то, на мой взгляд, слишком высокая посадка. Ну, и звук. Звук, конечно, у машины тоже отстойный, скажем честно. А вот приборная панель, как выполнена, мне очень-очень нравится. Она достаточно детально нарисована. Как видите, работает. Ну, выполнена красиво. Красиво. Ну, а вот посадка водителя, мне кажется, все-таки слишком высоко. Ну, может быть, мне так кажется. Ну, в общем-то, и ладненько. Давайте выдвигаться в сторону добычи каких-нибудь ресурсов. Заодно по пути и будем смотреть какие-то красоты, которые нам попадутся. Кстати, в машине реализована очень интересная система пристегивания ремня. Пока вы не пристегнуты, вот этот красный огонечек будет гореть. И будет, естественно, с приборки доноситься звук. Как только вы пристегнетесь, Shift-F, все прекращается. Прикольно, прикольно сделано. Но вот то, что не прикольно, и что мне не понравилось, это вот это вот круговое движение. И таких вот пятачков здесь огромное количество. Тут даже на легковушке ехать не очень удобно. А на грузовике будет совсем нехорошо. Не знаю, зачем автор этого наделал. Пародия на что это, я тоже не особо понимаю. Но мне не понравилось. И вообще, надо сказать, что дорожное покрытие на этом проекте просто отстойное. Очень сильно колбасит машину, и вот от первого лица ехать совсем неприятно. А происходит это из-за того, что автор не продумал, где у него заранее будут идти дороги, и потом уже навалил вот эти вот текстуры асфальта. Но это же текстуры, а не асфальт. Поэтому дороги они не выпрямляют. Они просто ложатся на те же неровности, которые были допущены при построительстве этой карты. Поэтому есть такие участки, где просто колбасит так, что ой-ой-ой, глаза режет. Ну, а мы тем временем добрались до интересного объекта. Это какой-то частный городок, частный поселок, можно называть как угодно. В общем, здесь за высокими заборами. Но здесь слово заборы я уже произношу не так. Потому что это можно оправдать. Да, действительно, это приватная территория. Здесь стоят очень элитные дома. И здесь забор оправдан. В отличие от того, что эти заборы везде стоят в городе. Здесь этот забор можно оправдать. Вот такая вот будочка охранника. Ну и давайте проедем дальше, посмотрим на дома. Ну и вот, въезд выполнен в виде кругового движения. И веером в разные стороны расходятся дорожки приватных территорий. То есть, это вот дорожка к воротике, вернее, и дорожка ведет к отдельному домику каждому. Мы сейчас в один из таких домиков и заедем, посмотрим. Домики все одинаковые. Поэтому выберем один на любой и на него заедем. Вот так вот открываем воротики. И видите, подъездная дорожка ведет прямо к дому. Очень прикольно сделано. Действительно уютно. В таких теплых тонах, как видите, выполнено. Ну и надо отметить, что, по крайней мере, я таких зданий не видел ни на одном проекте. Здание действительно красивое, уникальное. Как видите, с такими зеркальными стеклами. И внутри выглядит, ну, просто бомбически, конечно. Если сюда еще какую-то мебель внедрить, ну, этому вообще цены не будет. Замечательные домики, красивые, уютные. Выполнено действительно интересно и красиво. Ну, как всегда, проблемы с дверями. На этом проекте везде двери как-то непонятно открываются. Такой вот уютный двор. И посмотрите, какой из этих домов открывается шикарный вид. Белый песок, синяя река и небоскребы. Обалденно, конечно, обалденно. Вот с этого вида мне этот проект нравится. Красиво. Красиво глаз радуется. Ну, а вот таким вот образом выполнен внутренний дворик этого домика. Как видите, два крыла, посередине бассейн. Бассейн налит водой, можно плавать. Ну и, в общем-то, все дома здесь однотипные. Вот такие вот красивые, все одинаковые. Ну, а мы отправляемся дальше. А дальше у нас по плану посещения персикового сада. Ну, чтобы собрать здесь плодов и продать их. Ну, как это выполнено, вы видите. Кстати, сбор происходит автоматически. Я нажимаю всего один раз и персонаж начинает собирать. Но вот что он собирает. Что за персики он собирает на земле, я не понимаю. И где-то здесь должен быть персиковый сад, которого я не вижу. Больше подходит этой локации название Лысая гора. Поэтому персиков здесь никаких нету. Хочется вот спросить у автора. Вот ты заморочился на такую огромную карту. Наставил здесь каких-то сторонних зданий, там красоты навел. А заморочиться по поводу персикового сада ты не смог? Просто воткнул точку, куда попало, и вот пускай люди ездят и собирают. Ну, блин, ну как так-то? Ну, что не доделать-то было? Неужели не найти каких-то похожих моделей растений и насажать их там редками или как-нибудь? Ну, в общем, вот на Лысой горе я собираю на карачках персики. Ну, а далее собранный нами урожай грузим машином. И вот тут выскакивает вот такая вот табличка. И вы знаете, вот, ну, несмотря на то, что она оформлена-то как-то вот особенно, но мне больше нравится схематичная, потому что, ну, вот этот вот рисунок, он не особо совпадает с тем, что у нас на самом деле происходит. Поэтому мне бы больше понравилось, если бы здесь была стандартная схематичная погрузка в багажник. Мне кажется, это было бы интереснее. Ну, и ладно, не будем здесь задерживаться, поехали дальше. Ну, а далее нас встречает абсолютно другой город. Название я его уже не помню. Но надо отдать должное автору, он сделал города непохожими друг на друга. Если в одном каком-то городе преобладает какое-то одно количество одинаковых зданий, то эти здания в другом городе практически не появляются. В этом городе есть вот такие, например, да, домики, которые мы сейчас пойдем посмотрим. Значит, в следующем городе таких домов уже не будет. Они только вот в этом городе. Таким вот образом он разграничил по антуражу, по атмосферности города. Ну, а домики внутри выглядят вот так. Домики на самом деле очень замечательные. Мне они очень понравились. Как видите, они все в теплых таких тонах сделаны. Ну, вот какие-то волосы есть. Ну, не суть. Паркетик, открытые окна. Посмотрите, какие прекрасные виды из окон. Нет, с домами на этом проекте все хорошо. Дома мне очень-очень нравятся здесь. А вот что мне совсем не нравится, это дороги, которые на этом проекте. Как я и сказал, автор не задумывался, видимо, когда их прокладывал. Поэтому они лежат просто вот как лежат. Поэтому, когда вы едете, вас трясет вот как сейчас эту машинку. Ощущение, что вы едете на каком-то поломанном тракторе. Помимо того, еще дороги то вверх, то вниз, то она как-то на бок ложится, дорога. Понять, куда она в следующий момент повернет, абсолютно непонятно. И очень сильно раздражает вот этот трясок. Все время едешь по дороге, и тебя трясет. Очень быстро устают глаза. Кошмар, дорога вся в кочках. Плюс ко всему, дороги проложены отвратительно. Куда приведет тебя дорога, неизвестно. И несколько раз я заезжал, просто дорога кончилась, и все, едь как хочешь. Ну а по утру нас встречает уже совсем другой город. И посмотрите, он не похож на то, что мы видели до этого. В этом городе уже встречается совсем другая архитектура. Этот город более приземистый. Здесь нет небоскребов. А это, скорее всего, такой провинциальный городишко. Особенно меня порадовал вот этот элитный поселочек на горе. Представляете, какие оттуда открываются виды. Ну а вот таким вот образом здесь выполнены заправки. Большинство заправок здесь выглядит именно вот так. Ну, надо сказать, что это впечатляет. Это красиво. Это действительно красиво. Ну и наконец-то я добрался до магазина грузовиков. Ну, друзья, еще раз повторюсь. И сами дороги, и их планирование на этом проекте полный отстой. Заезжаешь постоянно в тупик. Не знаешь, куда ехать, где повернуть. Невозможно разобраться. Какой-то бардак. Ну, а магазин, как вы видите, выполнен в том же стиле, что и магазин легковых автомобилей. Ну, только как я и говорил, здесь больше багов. Сейчас перед экраном появится огромная лампа. Ну, когда появятся другие грузовики. Ну, а какие машинки здесь представлены, вы видите. Ну, а вот и эта лампа, пожалуйста. Не могу. Вот более худшего магазина я, честное слово, я не видел. Я видел много, видел всякое. Но вот такое вот отвратительное исполнение впервые мне попадается. Просто отвратительно. Больше и слов нет. Ну, модельки вы видите. Модельки есть. Есть интересные машинки. Вот у Mercedes неплохой. Но в основном представлен, как вы видите, сток. В основном стоковые модели. Это КамАЗы, военная техника, стоковые газельки вот эти вот. Ну, и немножко разбавлено иномарками. Как это выполнено, вы сами видите. Машинка не помещается в этот экранчик. Вот это висячая лампа. То исчезает, то появляется. Как видите, и моделек-то даже не добавили. Ну, отвратительное исполнение, конечно, отвратительное. Не знаю, я вот. Надолго запомнится мне этот магазин своим безобразным исполнением. Ну, в общем, вот такой вот магазин, такие вот модели. Уже даже не хочется, на самом деле, рассуждать, какие здесь у них критерии. Какие там у них слоты, сколько слотов. Чего расстроил меня этот проект вот этими вот магазинами. Да и вообще всем этим исполнением. Вы не представляете, сколько трудов мне я положил, вернее, чтобы добраться до сюда. По этим кривым, непонятно куда ведущим дорогам. И чтобы больше не мучить себя этими кривыми дорогами, я поехал в аэропорт на автобусе. Кстати, автобус стоит каких-то запредельных денег. Ну, ладно, бог с ним. Давайте смотреть на магазин. Ну, и мы уже видим, что из себя представляет этот магазин. Вы знаете, я не поверю, что автор, делая вот это вот, сам этого не видел. Но невозможно же не понимать, что у тебя техника не помещается в экран. Постоянно перед экраном висят какие-то веревки, лампы. Ну, невозможно же это не заметить. Это даже багом не назвать. Это косяк автора. Зачем делать вот это, если ты понимаешь, что у тебя не помещают сюда даже модели? Их рассмотреть невозможно. Ну, вот разве что такой вот маленький вертолетик. Ну, цену его вы видите. Забегая вперед, скажу, что на этом проекте нафармить на вертолет практически невозможно. Экономика кривая в хлам вообще. Ну, а чтобы позаниматься этой экономикой, я поехал по кривым в жопую дорогам на бензин, добывать нефть, перерабатывать его в бензин. Ну, и, в общем-то, я подъехал к точке. И посмотрите, любитель ограждений, блин, забыл сделать въезд на точку. Нахерачил ограждение вдоль всей дороги. Слева, справа, везде стоят ограждения. Как попасть на точку добычи, абсолютно непонятно. Блин, вот опять, я не знаю, ну, что за маньяк-то? Что вот за манера ставить вот эти дебильные ограждения? Ну, ладно, мне пришлось вернуться где-то, наверное, с километра в обратную сторону. Там есть заправка. На заправке залезть на газон и уже по газону лесом до сюда добираться. Но даже здесь все в заборах. С горем пополам я добрался до точки добычи. И вот, видите, я стою. А я не просто так стою, я добываю. Просто он так увлекся ограждениями и заборами, что забыл прописать анимацию персонажу. Поэтому выглядит это вот так. Мы просто стоим с киркой на плече и собираем нефть. Видимо, всасываем ее в себя. Ну, и пока мой персонаж какой-то, видимо, задней точкой всасывает в себя нефть, я должен сказать, что магазинов лицензии здесь нет. И я уже с горя подумал, что, скорее всего, здесь трудовая деятельность не лицензируется. Да хрен-то там. Она лицензируется. Но только лицензию надо покупать прямо на точке. И вот как узнать, сколько она стоит, сколько тебе надо денег, ну, наверное, путем такого же всасывания. По-другому я не знаю как. И сейчас, когда я наберу нефть, у меня будет как раз сюрпризик. А где взять деньги? А бог его знает. В ближайшем банкомате. А работает ли он? А бог его знает. А я в начале этого обзора говорил, что половина из этих банкоматов ни хрена не работает. Радует только одно. Добыча нефти и ее переработка находятся, ну, можно сказать, в пошаговой доступности. Только что я добывал, я проехал буквально метров 200. И вот здесь стоит такая вот, ну, в принципе, антуражная штуковина. И вот здесь мы перерабатываем. Вот я подхожу и, пожалуйста, с вас 7500, которых у меня, конечно же, нет. И мне придется лететь до ближайшего города. Что, кстати, вообще никак не гарантирует мне, что я смогу там найти, где снять деньги. Ну, ладно. Я слетал в город, нашел деньги, добыл, все переработал, приехал на какую-то отсосную станцию. И здесь еще один сюрпризик. Еще десятку с меня. Но я уже знал придурошность этого проекта, поэтому взял все деньги с собой. Дальше я поехал сбывать мой бензин. Но вот куда его сбывать, я так и не понял. Я поехал, исходя из своей логики. Я нашел на карте метку приемщик нефтепродуктов. Но так как других нефтепродуктов на проекте нету, кроме как бензина, ну, или просто нефти, то, естественно, больше ехать мне некуда. Я выбрал эту точку и поехал сюда. Здесь же рядом, видите, стоит и заправка. Ну, если не получится сдать в одном месте, значит принимают в другом месте. Как же я ошибался. На заправке, как видите, только магазин. Единственное, что я не проверил, что может быть, может быть, на этом проекте все может быть, можно было слить ее прямо в саму колонку. Ну, вот этого я не догадался сделать. Да и вообще в целом, вся эта херобора с постоянным поиском, где снять деньги, постоянным поиском магазинов, потому что на проекте все магазины называются магазины. И ты туда приезжаешь, а это оказывается магазин по приему, например, фруктов. И начинаешь бегать искать другой магазин. И все это на удачу. Вдруг повезет. Есть города, в которых вообще нет магазинов. Если ты хочешь пить, тебе надо ехать в соседний город. По этим вот, напомню, кривым, косым, дурацким дорогам. Ну, очень выматывающий проект. Очень. Он такой непродуманный, такой несбалансированный. Это просто какая-то жесть. Он реально высосал из меня все соки. Я так устал за то время, по которому я здесь провел. Это, ну, не передать словами. Несмотря на то, что я занимался здесь какими-то вещами, а я еще не показал, я тут и в самом начале носил посылки пешком, причем носил посылки по вот этим вот городам из заборов. Это петляешь-петляешь, как сумасшедшая собака. Потом я ездил на ресурсы, но я все равно оказался в минусе. Потому что непредсказуемость этой экономики просто убивает. Когда ты приезжаешь с ресурсом, тебе говорят, с тебя 7500, с тебя 10. Плюс пока ты мотаешься за деньгами и туда-сюда, ты тратишь бензин на заправку. Пока ты тратишь время, тебе нужно питание. Ты летишь в другой город, потому что в том городе, в котором ты снимаешь деньги, вполне может не оказаться магазин. Тебе надо ехать в другой город, опять тратить бензин, там купить воды, вернуться на точку. В общем, это какой-то просто кошмар. Я не знаю, кто это придумал, но этот человек, видимо, никогда в жизни сам не заходил на свою карту, на свое изобретение, на свое детище и не играл в это. Ну, а если подводить какой-то итог, то проект, конечно же, уникальный. Он уникальный, это не оспаривается. Такого больше вы нигде не увидите. Есть очень красивые места, есть какие-то свои уникальные решения и очень много интересных зданий. Пусть они даже и сторонние, не армовские, но они есть, и я их показывал. Они красивые, интересные и, как я уже говорил в первой части, я бы даже хотел увидеть на каких-нибудь проектах подобные здания. Но на этом все и заканчивается. Очень много багов, очень много косяков. Абсолютно нету никакого баланса. Дороги отвратительные. Сама инфраструктура тоже отвратительная. Дороги непонятно куда ведут. Есть перекрестки, на которые ты приезжаешь, а проехать перекресток не можешь. Тебе нужно сделать крюк, там, километров пять. Я просто не все показывал, потому что и так уже у меня затянулся этот ролик, очень длинный. Но, поверьте, отвратительные дороги, нет никакого баланса, нет никакого вообще здравого смысла в том, что здесь происходит. И, на мой взгляд, я выражаю именно свое мнение. Я ни в коем случае его не навязываю и на нем не настаиваю. Если кто-то не согласен, у меня открыты комментарии, можно об этом поговорить. Но, на мой взгляд, это мертворожденный проект. Здесь, мне кажется, никогда не будет нормального онлайна, никогда не будет нормальной игры. Этот проект не интересен. У него очень нестабильный фпс. И очень много косяков, которые, чтобы исправлять, нужно огромное количество времени. И, я думаю, что никто этим заниматься особо и не будет. Поэтому, вот такой вот у меня получился обзор. Если кому-то понравился, то, пожалуйста, остров открыт. Проект в онлайне. Заходите, пробуйте, играйте, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго.